на улице у нас похолодало капает дождь всю ночь шел дождь но это нас не пугает зато не жарко здравствуйте хорошие люди здравствуйте мои подписчики здравствуйте гости моего канала нашему с вами букету уже три дня он стоит он как можно сказать как вчера сделанный чувствуется прекрасно хотят цветы собраны просто на поле среди сидиратов у нас с вами середина сентября пришло время заканчивать огородный сезон кое-что нужно посадить кое-что пересадить кое-что вообще убирать но так как погода балует и последнее время стояла прекрасное тепло назвать это бабьем летом я не могу потому что тепло шло еще с конца июля и весь август было тепло просто лето у нас сдвинулась после жаркого мая пришла осень июнь июль конец июля пришло тепло у нас не было дома ну вот как то так что я могу сказать по своим помидорам когда мы уехали в казахстан первые помидоры я не видела какие спели какой они были величины на каких кустах каких сортов я ничего это этого не видела 20 дней нас не было дома я знаю что дети собирали помидоры что они с ними не справлялись они их брали с собой в гости разваривали ну и ели конечно поэтому помидор у родилась немало единственное что эксперимент который я проводила а это новые сорта он не совсем удался и семян то собрать мне удалось очень мало поэтому продажи в этом году семян я делать не буду я еще раз посажу те сорта помидор которые мне понравились а вообще задумываясь я думаю мне нужны крупные томаты мне нужны засолочные мелкие томаты ну и я еще люблю длинненькие вот среди этих помидор мне нужно выбрать выбрать только те которые самые урожайные которые дают прекрасные плоды и из которых получается вкусные продукты питания ну вот как-то так а мы идем с вами убирать помидоры с грядок ну вот томаты которые растут под открытым небом там даже там очки увидела спелая мы сегодня будем убирать для этого нужно их отвязать убрать все опоры и выдернуть томаты и так вперед из песни обрезаю помидоры штучка за штучкой нашли посаженный белками орех это лещина или фундук самый настоящий орех где есть чем подкопнуть его показать что там орех сидит о оторвало да нет еще не оторвало где орех то ох ты чё выкопала вредителя причем не хорошего вредителя орех где орех уж почти сгнил вот орех и вредитель вредителя убьем орех уберем шаг за шагом иду по помидорам поднимаю и что я вижу девочки и мальчики я уже одну ой я по-моему себе одну улитку с домиком я уже собрала а вот это вот это слизи они тут спрятались вот это ведерко я собрала с помидор которые называются чудо лентяя вот их было всего два кустика и собрала из них очень много помидор если кому-то нужны засолочные помидоры то чудо лентяя это хороший помидор для засолки и крупные баночки влазит все прекрасно дорогие мои друзья место где сидели помидоры на улице под укрытием потом я укрытие сняла потому что было очень тепло помидоры я убрала полностью причем я убрала газонную ромашку по бордюру потому что эти грядки мне нужны почему же я убрала свою ромише или римскую газонную ромашку я ее убрала не полностью это многолетник и сидит она у меня тут ну лет десять я думаю она вся заросла сорняками поэтому вот совсем маленькую часть вот здесь я оставлю на развод эти сколько сорняков дожди потом пришло тепло и пожалуйста ромашка уже не выглядит опрятно чего мне не нужно вот этот бутон переедет на другое место я его пересажу вот а здесь тоже также почищу все мои бархатцы пойдут в землю это самый лучший сидират который может быть я их просто мелко порублю и закопаем землю для улучшения почвы кроме этого на месте помидор я сейчас высею смесь из горчицы фацелии и бархатцев а перед этим внесу рога и копыта молотые перегной и золу и будет и будет ждать чеснока чеснок я сажу поздно всегда поздно потому что у нас долго тепло а сейчас я продолжаю убирать вот этот оксалис желтоцветущий клевер на котором очень много семян если вы присмотритесь ну вот проползла бабка по грядкам немножко собрала все сорняки с семенами что смогла достать вот пора готовить обед отправляться домой тут еще работы хватает видите такое тоже бывает помидоры растут погода потому что неплохая но цветут растут но и завязываются вот как-то так пора уже готовится в зиме красота ну вот дорогие мои друзья мой обед готов жду мужа на обед это у нас сегодня картошка с мясом надо сделать салат когда работаешь и работа спориться и погода соответствует то времени не замечаешь такое тоже бывает так что я уже потом специально пошла посмотреть сколько же времени оказалось что уже пол первого и мне нужно закачивать свою работу поэтому я отправилась домой хотя работа у меня еще хватает но я мечтаю о том что после обеда мы закончим если конечно погода даст но мы закончим то что начали и и может быть еще подготовим еще место для другой работы ну как говорится будем планировать по мере возможности ну а с вами я прощаюсь мои хорошие прощаюсь с вами снова до завтра как обычно на канале север это моя судьба будьте счастливы будьте здоровы будьте любимые пусть вам всегда и везде везет спасибо вам за ваши лайки за комментарии огромное спасибо за вашу подписку это помогает канал жить ну и до новых волнущих встреч на канале север твоя судьба всем пока пока